Здравствуйте! В информационной студии Катерина Захарова и коротко о событиях города и края. Губернатор края Олега Жемяка посетил военную часть поселка Сибирцево, где передал очередную партию специального оборудования для наших бойцов. Квадрокоптеры, рации и другие технические средства для ведения разведки распределят по подразделениям мобилизованных 5-й армии. Здесь же пройдет обучение. Среди приморцев есть специалисты, которые поделятся опытом с товарищами. Рад вас видеть. Вы сейчас уже здесь более недели находитесь. Наверное, многие получили уже те, вспомнили навыки, которые вам давали на службе в своем время. Здесь уже и соприкосновение с оружием, воинскую дисциплину, слаженность какую-то. Вы все земляки, вы все с Приморья. И, безусловно, сейчас пойдете туда, где и воюют тоже наши товарищи. Могу сказать, что вообще приморские воины, приморские части всегда стоят жестко, никогда не бросают позиции, никогда не бросают своих. Мы даже смотрим это по нашему батальону «Тигр», который работает вместе в взаимодействии со 155-й бригадой морской пехоты. Сейчас здесь еще пройдете до обучения. Мы занимаемся до комплектования. То есть каждый получит и спальный мешок, каждый получит необходимое снаряжение и бронезащиту соответствующего класса. Мы со своей стороны вот сейчас начинаем комплектование. Войск много и задач много, поэтому мы на полигоны сейчас развозим аппаратуру, и квадрокоптеры, и рации. Чуть позже начнем получать тепловизоры, которые пойдут тоже вам. Значит, это первая партия. Сделаем так, чтобы в каждой роте как минимум был один квадрокоптер. Сразу подбирайте людей. Один умеет, научил другого, третьего, четвертого. Вот, чтобы приемность вот эта была. Вроде обычная игрушка, а тоже надо умения и навыки, чтобы куда-то залететь, где-то его ввести в нужный момент и пронаблюдать за противником. Ну, пока вы будете находиться здесь, мы будем досылать-досылать, чтобы командир могли обучать пользоваться средствами разведки. Вот, то есть рациями, с тем, чтобы была слаженность. Также в рамках поездки глава региона посетил военную часть, расположенную в городе Бикин, Хабаровского края. Ездим по частям, общаемся, возникают какие-то вопросы, там где-то их на месте решаем, а кто-то передает, что дома надо чем-то помочь. Мы со своей стороны, и сейчас и по спальным мешкам, и по рюкзакам, по модированию, вот, мы все делаем для того, чтобы вы были оснащены. Привозим туда и оборудование, и спецснаряжение, и тепловизоры, и квадрокоптеры. Там воюют наши земляки-приморцы. Вам что-то будем привозить туда, значит, со своих районов, от своих земляков. Потому что сейчас все школьники и общественные организации, все понимают важность, все понимают именно ту ответственность, которая возложена на вас за спасение страны сейчас уже. Не просто там какой-то территории, за спасение страны. Поэтому и готовят, теплые вещи вяжут. Сейчас девчонки в школах перестроили уроки труда, значит, на многих предприятиях это делают. Люди собирают там гуманитарку, привозят и передают своим землякам, значит, да, то есть надеяние на то, что вы выполнили задачу, вернетесь домой победителем. Уже почти три года в Приморском крае действует мера социальной поддержки по предоставлению санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан. В этом году на оздоровление приморцев планируется потратить 50,3 миллиона рублей из регионального бюджета. Подробности в следующем материале. По информации Министерства труда и социальной политики Приморья, гражданам предоставляются либо путевки на оздоровление в санаторий Изумрудный, либо сертификаты, которые необходимо реализовать самостоятельно в любом санатории Приморского края по своему выбору. Ведомстве пояснили, что на сегодняшний день по бесплатным путевкам отдохнули уже 628 человек. 13 сертификатов выдано гражданам, которые могут их использовать в любое время до 1 декабря этого года. Один гражданин уже реализовал свое право и съездил в санаторий. По словам специалистов, право на путевку имеют реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. Труженики тыла – лица, имеющие звание почетный донор СССР и почетный донор России, достигшие возраста 70 лет, а также одинокопроживающие граждане, имеющие звание ветеран труда, достигшие возраста 70 лет. Также одинокопроживающие пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, имеющие среднедушевой доход ниже величины двух прожиточных минимумов на душу населения. Указанным гражданам путевка предоставляется один раз в три года. Помимо этого, путевку получить могут также медицинские работники, трудящиеся в краевых медучреждениях, которые перенесли коронавирусную инфекцию в период своей профессиональной деятельности. Им путевка предоставляется однократно. На сертификат также имеют право герои Советского Союза, Российской Федерации, социалистического труда и полные кавалеры орденов славы и трудовой славы. С этого года право на сертификат имеют участники боевых действий, ставшие инвалидами первой или второй группы в результате ранения, полученного при исполнении служебных обязанностей в районе боевых действий, в том числе в ходе проведения специальной военной операции. А также члены семьи участников боевых действий, погибших при исполнении служебных обязанностей и обязанностей военной службы. К членам семьи военнослужащих, погибших во время боевых действий, относятся вдовы, за исключением вступивших в новый брак, родители несовершеннолетних детей, в том числе удочеренные или усыновленные, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения. Министерство труда и социальной политики отметили, что для получения сертификата в 2022 году заявление необходимо подать до 15 октября этого года. Проконсультироваться по вопросам получения сертификата или путевки можно по телефону 8 800 302 21 45. В пятницу 7 октября Дальнегорский индустриально-технологический колледж стал площадкой для проведения планового собрания директоров учреждений среднего профессионального образования со всего Приморского края. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Дальнегорский индустриально-технологический колледж по праву можно считать одним из лучших учебных заведений среднего профессионального образования в крае. Высокие компетенции преподавателей, современное производственно-практическое оборудование делает его идущим в ногу со временем. Именно наш колледж стал центром сбора для проведения планового совещания в этом году, основные вопросы которого касались проекта работы на 2022-2023 учебный год. Еще один вопрос касался актуальной темы расширения экологического образования, просвещения и воспитания. С докладом в режиме ВКС выступил генеральный директор организации «Приморский экологический оператор» Владимир Латышев. Со своей стороны, хочу сказать, что вопрос касаемый раздельного сбора и, наверное, экологического просвещения, то есть те самые главные вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед нами. Реформа мусорная, которая стартовала, она, конечно, большие цели перед нами ставит, о том, что у нас все должно быть красиво, все мы должны кидать, скажем так, пластик в одни ящики, стекла в другие, и всего из этого потом получать какие-то новые продукты. Ну, по самом деле, мы находимся в самом начале этого пути, и общее мнение таково, что необходимо, прежде всего, вот этому всему культуре, скажем так, с обращением с отходами начинать с детского возраста. Потому что, ну, мы все помним, как в советское время, идешь и ищешь урну, чтобы выкинуть бумажку, и в твоем случае ее не бросаешь на руки. К сожалению, за вот эти годы вот эта вот культура, она, ну, как, мое мнение, она немножко подыспорчивается. Поэтому мы сейчас вот на старте мусорной реформы считаем, что очень немаловажный момент вот это все прививать уже в раннем школьном уровне. Сейчас что мы делаем? Мы, значит, закупили контейнераты раздельного сбора. То есть, что такое на сегодняшний день этот раздельный сбор? Мы считаем, что это вот дуальная система, которая предполагает на сегодняшний день пока есть сбор только лишь сухих, так называемых, отходов. То есть, пластик, стекло, алюминий, то есть, то, что не содержит каких-то органических примесей. Вот это все собирается в отдельные брендированные контейнера, которые мы, ну, видели, уже, наверное, расставляем на контейнерных площадках. И великая идея состоит в том, чтобы вот такие контейнера ставить внутри образовательных учреждений, внутри каких-то административных зданий, чтобы, ну, поскольку все равно в работах офиса, в школах все равно образуются вот именно вот эти отходы. И тем самым мы бы детей приучали уже не просто на словах, а на деле приучали, что вот в отдельную какую-то урну нужно кидать вот такие виды отходов. Вовлечение студентов в вопрос раздельного сбора мусора поможет сформировать понимание правильности таких действий. Экологическое просвещение – это те базовые знания, которые необходимо прививать с начальных ступеней образования. Также в рамках проведения совещания выступила Елена Большакова, заместитель директора по учебно-методической работе Дальнегорского индустриально-технологического колледжа. Она предоставила информацию по вопросу сетевого взаимодействия в рамках интеграции среднего общего и среднего профессионального образования. Наш колледж, как и любая сегодня, как и любая образовательная организация СБО, задумалась над тем, как правильно и эффективно интегрировать стандарт среднего общего образования в стандарт со стандартом среднего профессионального образования. Соответственно, изучили целый блок нормативно-правых актов и понимаем, что есть сегодня на федеральном уровне пилотные площадки. Колледж нас не вошел в число этих площадок, но тем не менее мы решили, что на федеральном уровне сегодня специалисты работают с предметностью. И очень качественные и глубоко готовые документы. Надеемся, что мы их в ближайшее время получим. Но сегодня конкретно для нашего колледжа стала проблемой работа с индивидуальным проектом. Это такой своеобразный вид деятельности, который для среднего общего образования обязателен, а для среднего профессионального образования тоже обязателен. Но в прошлый год показалось, что педагогический коллектив испытал значительные трудности. Во-первых, на каждого преподавателя пришлось по 25-30 студентов. Соответственно, качество обучить проектной деятельности или исследовательской студентов невозможно с такой нагрузкой. Во-вторых, в колледже в основном оборудование профессиональное, а молодые люди интересуются преподавными науками, проявляет интерес к разным сферам деятельности, и такого оборудования на данный момент у нас пока нет. В-третьих, стало ясно, что нужна какая-то программа сопровождения деятельности студента во время проектирования, исследования, хотя есть специальная дисциплина на основе проектной деятельности, однако она не решает те задачи, которые стоят перед нами. Соответственно, мы стали искать в пути, как решить эту проблему, и выходом из сложившейся ситуации видим организацию работы с очень известной в городе школой. Сегодня у нас администрация школы присутствует, директор Людмила Ивановна Покарась, почетный житель нашего города, Далина Ивановна Колеснева, заместитель директора по учебной работе. И они нас услышали. То есть мы обратились к ним с такой пузьбой, чтобы в рамках сетевого взаимодействия организовать работу над индивидуальным проектом на школьных площадках. Школа номер два уже несколько лет является центром дополнительного и профессионального образования федерального проекта «Успеха каждого ребенка». На приличное количество миллионов рублей закупили оборудование, по различным, по пяти направлениям – естественно, научному, технологическому, социально-педагогическому, спортивному, физико-краеведческому. То, что сегодня интересно нашим студентам, мы проанализировали сейчас набор первокурсников, всего 25% – это совершеннолетние граждане, 75% – это, по сути, дети, бывшие девятиклассники. Соответственно, у школы есть уникальная возможность предоставить это оборудование нашей молодежи студенческой и профессионально заняться с ними этой деятельностью. Именно для нас Галина Ивановна разработала программу сопровождения студентов по подготовке и защите индивидуального проекта, и предоставила школа нам 11 программ. Составлено расписание, со студентами, со всеми группами мы встречались, и со вторника мы уже начинаем работать на базе школы. Предполагаем, что у каждого студента будет научный руководитель, но Калина Ивановна, Людмила Ивановна говорят, что этого даже, возможно, в некоторых случаях не будет достаточно, а это будет даже наставник. Сегодня мы знаем, что церевая модель наставничества предполагает модель студент-студент, студент-ученик. Поэтому было бы это очень интересно, если у нас получится, то я думаю, что вот этого будет хорошая польза для всех. Вот, поэтому, что какие результаты мы можем получить от этого партнерства, пока на данном случае мы проектируем. Конечно, мы получаем ресурсы для решения проблем, которые стоят перед нами. Мы думаем, что у нас получится, наши студенты окажутся в мобильной деятельности, в цифровой образовательной среде, которая сегодня многим недоступна в связи с тем, что со школьной бедностью. Мы получим интенсификацию образовательного процесса через технологии обучения, которые предложит нам образовательная организация, и профессиональную направленность обучения, потому что нам так подобрали программы для наших студентов, для 11 нашей профессии и специальностей, чтобы они получали там опыт именно в будущей профессиональной деятельности. То есть, если это информационные сети, то это 3D-моделирование, робототехника, если это, например, повора, то это химия в продуктах и так далее. То есть, ну, это связано с их дальнейшей профессиональной траекторией и карьерой. Сетевое взаимодействие в образовании – это сложный механизм, благодаря которому происходит вовлечение сразу нескольких организаций в учебный или в неурочный процесс. В рамках сетевого взаимодействия школа и колледж будут вести совместную деятельность, используя имеющиеся площадки для практической деятельности. Такой формат позволит педагогам перенимать и делиться опытом, а ученики при этом смогут получать всесторонние консультации, навыки работы с проектами и представления о профессиональной деятельности. На мероприятии в колледже произошло знаковое событие. Между школой номер два и Дальнегорским индустриально-технологическим колледжем был подписан договор о сетевом взаимодействии, что по праву можно считать отправной точкой в создании тесного плодотворного сотрудничества. Какая ответственность? Попробуй теперь совесть, да? Что должно быть по-взрослому? За мою стулью. Давайте поплатим. Давайте представим. Какой-то такой. Вечер-то быть образовательным учреждением. Просто замечательно. Вы даже не представляете, насколько замечательно. Я вам честно говорю. Мы не сомневаемся. Спасибо. Удачи. Да, мне кажется, знаете, мы что бы не начинали, у нас теперь все получается. Поэтому через год, да, мы готовы вам. Запрещены на успех. В Уссурийске сотрудники уголовного розыска задержали поджигателя автомобилей. В результате поджога потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 2,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы ОМВД России по Приморскому краю. В дежурную часть отдела ОМВД России по городу Уссурийску поступило сразу два заявления о поджоге автомашин от 27-летней и 45-летней местных жительниц. Сотрудникам полиции потерпевшие сообщили, что у них в собственности находятся транспортные средства. Nissan Juke и Subaru XV. В вечернее время суток владелицы припарковали свои автомашины около дома на улице Комсомольской. Но уже утром их разбудили сотрудники экстренно прибывшей пожарной службы. Автомобиль марки Nissan Juke выгорел полностью. Причиненный владелицу ущерб составил 1,8 миллионов рублей. Автомашина Subaru XV получила значительные повреждения. Ущерб превысил 800 тысяч рублей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. По предварительной информации, причиной возгорания автомобилей стал поджог. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции опросили очевидцев, изучили записи камер наружного видеонаблюдения. После чего установили личность и местонахождение вероятного поджигателя. Им оказался 35-летний, ранее судимый местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Задержанный рассказал, что накануне поджога он встретил своего знакомого, с которым у них был давний конфликт. Узнав, что мужчина передвигается на автомашине марки Ниссан Жук, подозреваемый решил сжечь его транспортное средство. Приготовил зажигательную смесь и ночью пришел к дому своего знакомого. Однако, оказавшись на месте, мужчина перепутал транспортное средство и поджег другой автомобиль. Огонь перекинулся на припаркованную рядом с ним автомашину Субару. В результате общеопасного поступка одна машина марки Ниссан Жук была полностью уничтожена огнем, в то время как вторая марка Субару Икс Ви значительно повреждена. Следственным подразделением отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин